Вы знаете, на самом деле выбор этой картины был совершенно... Ну, связан с тем, что мне просто очень впечатлила эта картина. Но когда мы узнали историю написания этой картины, мы просто, наверное, поняли, что случайности не существует, потому что Элина потеряла беременность, и уже в периоде восстановления она писала эту картину. Конечно, эта информация на нас произвела впечатление. Просто когда спрашивали разрешение на то, чтобы взять эту картину, мы, собственно, познакомились. С автором и со всей её историей. Итак, привычное невынашивание – это две и более потери беременности в сроках от зачатия до 22-24 недель. Почему этот срок, 22-24, потому что это граница жизнеспособности. С момента 22-24 недели уже идёт вопрос, если теряется беременность, о преждевременных родах и антенатальной гибели плода. До 22-24 недель – это невынашивание беременности. Этот период тоже можно разделить на несколько этапов. До 10 недель – это эмбриональный период. После 10 недель – это уже фитальный период, когда у плода сформировались все органы и системы. Типы потерь беременности, как они происходят? Все репродуктивные потери могут быть связаны с тем, что просто не удаётся бластоцисте прикрепиться к эндометрию, и это либо бесплодие, либо неудачные попытки переноса в бластоцисты, либо это биохимические беременности. Когда беременность начинает имплантироваться, бластоцисты начинают имплантироваться, появляются первые цифры ХГЧ, но далее прекращается развитие эмбриона, и всё содержимое из матки выходит с менструацией. Но если всё-таки имплантация удалась, то это следующий этап развития. Формируется плодное яйцо, но это плодное яйцо может быть пустое. И это следующий тип потери беременности – анэмбриония. Оно может быть пустое, но в нём может быть желточный мешок. Это одна из первых эмбриональных структур, которая показывает на более продвинутую стадию формирования беременности. Следующий этап – эмбриональный. Это до 10 недель беременности. Здесь уже появился эмбрион, но у него либо так и не появилась сердечная деятельность, либо же сердечная деятельность появилась, но прекратилась. Такая потеря беременности называется неразвивающейся. Следующий – это фитальный период – от 10 недель до 22 недель. Здесь также может появиться эмбрион, но сердечная деятельность прекращается именно в этом периоде времени. И далее после 22 недель гибель плода называется антонатальная гибель плода. Путь замерзшей беременности, анембрионии из полости матки разный. Это могут быть наши манипуляции в виде гинекологических пособий, либо же плодное яйцо погибшее может выйти в виде раннего самопроизвольного выкидыша, позднего самопроизвольного выкидыша после 12 недель и далее после 22 недель в виде преждевременных родов. Хотелось бы сказать, что самопроизвольный выкидыш может происходить не только при погибшем эмбрионе, но и до последнего сердечная деятельность может фиксироваться. Клинически это может проходить в виде кровотечения, в виде сокращения матки и в виде ретрохориальных гематом. На более поздних сроках, помимо кровотечения, это может быть преждевременное открытие шейки матки, истмикоцервикальная недостаточность, разрыв плодных оболочек, развитие родовой деятельности и отслойка плаценты. И уже на более поздних сроках также антонатальная гибель плода. Также могут быть и тяжеленные осложнения, в результате которых ребенок либо может погибнуть постнатально, либо стать, к сожалению, глубоким инвалидом. И к таким тяжелым осложнениям относятся тяжелая ранняя прикомпсия, преждевременные роды, задержка роста плода и отслойка плаценты. Ну, весь эпицентр событий, неудач, он связан, можно видео включить, находится в эндометрии. Ну, вот этот клеточный комочек, который растет от зиготы до моролы, далее пластоциста. И вот самый таинственный момент прикрепления пластоциста к эндометрию, процесс имплантации. Вот здесь кроется все таинство, наверное, по потере беременности. Именно сюда здесь действуют те патологические факторы, которые нарушают эти процессы. Пластоциста должна как ключ к замку подойти к эндометрию. И вот здесь вот может быть очень много препятствий. Во-первых, пластоциста может быть сама некачественная, генетически некачественная, хромосомно некачественная. На ней могут не созреть вот эти маркеры адгезии. Такая же ситуация может со стороны быть эндометрия. На нём могут не созреть вот эти вот рецепторы, которые должны обеспечить процесс имплантации. От чего будет зависеть созревание рецепторов на эндометрии? Первое. От сигналов самой пластоциста. Насколько она качественная? От гормонального статуса у женщины. Потому что изменения эндометрии, они зависят от уровня прогестерона, от уровня эстрогенов. Также эти маркеры адгезии будут готовиться на фоне вот этих гормональных перестроек. Помимо этого, есть огромнейший оркестр в эндометрии, называющийся иммунной системой. Именно он дирижирует этими процессами имплантации в том числе. И вы, наверное, кто был у меня на приёме, хорошо знаете про натуральные киллеры. Это первая скрипка вот этих вот процессов имплантации в эндометрии, которые обусловлены иммунной системой. Как только что-то не так с эндометрием, он либо хронически воспалён, либо в организме у женщины есть какие-то факторы сбоя в иммунитете. Например, есть какие-то аутоантитела, которые могут устремиться вот сюда вот к эндометрию, устремиться к этим клеткам иммунной системы и настроить их против имплантации бластоцисты. Как только какой-то из факторов вмешивается в эту симфонию, наступают процессы отторжения или же вообще процессы имплантации невозможны. Плюс вот эти патологические факторы могут влиять на развитие клеточек трофобласта. Вы видите, это клетки, которые покрывают бластоцисту и с помощью которых бластоцист внедряется в эндометрии. Это клетки будущей плаценты. Если клетки иммунной системы не позволяют нормально проникнуть клеткам трофобласта, нормально им разветвиться, как нормальным корням дерева, то отсюда, собственно, и потери на ранних сроках, и в последующем неправильные процессы формирования плаценты. Но помимо процессов нарушения имплантации в процессах невынашивания играют еще большую роль так называемое снижение селективности эндометрия. В норме эндометрия должен отторгнуть неполноценную яйцеклетку, генетически неполноценную. С чем это может быть связано? С нарушенной селективной функцией эндометрии, в том, что он не способен распознать нормальную или ненормальную яйцеклетку. Это один из факторов невынашивания. И вся проблема также находится в дисфункции вот этих иммунологических клеток, которые должны обеспечить прикрепление генетически нормальной пластацисты. Какие факторы могут повлиять на процессы имплантации? Это антифосфолипидный синдром. Это другие иммунологические факторы. Мы сейчас увидим, какие анализы для этого нужно сдать. Это генетические тромбофилии, эндокринологические проблемы, это маточный фактор и хронический эндометрит. Ну и также наличие очагов хронической инфекции у женщины, дефицит витаминов и различные нейрообменные изменения. Также генетический фактор и мужской инфекционный фактор тоже. Итак, генетические тромбофилии. Что это такое? Это предрасположенность данного человека к тромбозам. Для того, чтобы она реализовалась, на организм должны подействовать какие-то факторы риска тромбозов. Например, фактором риска является прием гормональных контрацептивов, беременность, длительная травма и иммобилизация, хирургическая операция. И только в такой ситуации вот эта предрасположенность может реализоваться в тромбоз. Где нас интересует тромбоз? Естественно, в сосудах плаценты и в сосудах эндометрия. Если там происходят тромботические процессы, то это приводит к тому, что нарушается газообмен между эмбрионом и матерью, и это обуславливает погибание эмбриона. Но помимо этого, наличие тромбофилии может привести к неправильным процессам ветвления будущей плаценты. Основным таким структурным элементом плаценты являются ворсины хориона. Эти ворсинки могут формироваться совершенно разным образом. Они могут быть вот такие вот ветвистые, такие вот прям богатые-богатые, и через них газообмен будет идеальный. Но в условиях генетической тромбофилии, когда доставка кислорода затруднена из-за того, что кровь вся хуже циркулирует, ворсинки хориона будут вот такие бедные. И они не смогут обеспечить нормальный газообмен между матерью и плодом. Ну и здесь для наглядности я показываю, так выглядит собственно структурная единица плаценты. Вот это вот те самые ворсины, в которых проходят капилляры, а вот это то самое межворсинчатое пространство. Сюда изливается материнская кровь, кислород и питательные вещества через мембраны проникают в капилляры, и вот отсюда дальше устремляется через пуповину к плоду. Так вот, что происходит при генетической тромбофилии? Вот это межворсинчатое пространство, вот это озеро, оно всё затромбируется. И поэтому это делает невозможным питание плода через вот эти вот ворсинки хориона. Это первое, что происходит. Второе. Вы видите, что к межворсинчатому вот этому пространству подходят сосудики, спиральные сосуды. Они должны определённым образом измениться, они должны стать такими кровенаполненными, чтобы через них очень хорошо выливалась вот эта вот кровь в пространство, омывающее ворсины хориона. Так вот, здесь тоже происходит тромбоз, и поэтому невозможно нормальное, адекватное питание плода и работа нормальной плаценты. И в этом механизм задержки роста плода, если на ранних сроках возможной неразвивающейся беременности или как крайний вариант внутриутробной гибели плода. Антифосфолипидный синдром – это появление аутоантитела к мембранам клеток. Вы всё очень хорошо знаете это состояние. Оно может реализоваться либо в виде тромбозов в организме у женщины, либо в виде акушерской проблемы. Акушерская проблема – это всё та же, это невынашивание, это потери беременности, это тяжёлые преэкломпсии. Какие существуют маркёры антифосфолипидного синдрома и что обязательно должна сдать женщина? Абсолютными такими критериями настоящего АФС являются антитела кардиолипину, бета-2-гликопротеину и наличие волчаночного антикоагулянта. Это классические критерии АФС. Но есть критерии серонегативного антифосфолипидного синдрома, которые могут также быть причиной потери беременности. Действия этих антител одинаковые. Они все разрушают мембраны клеток. Первое – вызывая воспаление, повышение активности иммунной системы. Во вторую очередь – активация свёртывающей системы, и это тромбозы. И все эти процессы и воспаления, и тромбозы находятся где? В плаценте, в сосудах плаценты. Поэтому там нарушается газообмен, и таким образом происходят возможные потери. Следующий фактор – маточный. Это различные пороки развития матки. Это двурогая матка, внутриматочная перегородка. И также к маточным факторам, помимо пороков развития матки, мы относим наличие синехий, субмукозные миомы, народные тела и ниша атрубцина матки. Методы исследования – естественный ультразвук, МРТ, при необходимости гистеролапароскопия и гистеросальпингография или гидросонография. Индокринный фактор. Обязательно обследуем пациентов на предмет тиреоидной дисфункции, метаболические расстройства, ожирение, инсулировая резистентность и, соответственно, все анализы у таких пациентов берем. Инфекционный фактор. Когда мы говорим о инфекционном факторе, во-первых, антитела к комплексу Торч. У какой категории мы все-таки более активно копаемся в инфекции? Это, конечно, преждевременные роды. Это разрывы плодных оболочек, которые мы связываем с хронизацией возможных каких-то инфекций. Далее, генетический фактор. Обязательно все пациенты с привычным невыношением должны тестироваться генетически. Вы видите, что встречаемость в принципе небольшая. И здесь на слайде представлены, по каким видам потерь происходят хромосомные патологии при наличии носительства одного из супругов хромосомной патологии. Сразу всегда пациенты задают вопрос, а что же делать? Это, конечно, ЭКО с предпомпационной диагностикой. В такой ситуации это просто выход из такой проблемы. Мужской фактор. Повреждение ДНК сперматозоидов, естественно, может быть причиной замирания беременности и потери беременности. Почему? Потому что, во-первых, может формироваться некачественный генетический материал у самой бластоцисты. И, во-вторых, мужские хромосомы несут информацию, программу развития бластоцисты. И остановка развития может быть связана с именно нарушением этой программы из-за некачественного ДНК сперматозоидов. Методы обследования тоже все известны. Это спермограмма, это тест фрагментации ДНК и МАР-тест. Иммунные факторы. Это все маркеры АФСа, как и классического, так и акушерского. Это наличие антинуклеарных антител, факторы, ревматоидный фактор и иммунный статус, клеточный гуморальный иммунитет. Очень многие задают вопрос, что это за анализ. Он по-разному может называться, субпопуляция лимфоцитов. Наша задача в этом анализе посмотреть периферические НК и ТНК клетки как возможные маркеры и факторы невынашивания беременности. Ну и обязательно гормональное обследование. Нас интересуют функции щитовидной железы, нас интересуют и половые стероиды, естественно, антимюллерский гормон и показатели сахаров и инсулина. Обследование на инфекции. Конечно, плюс-минус мы расширяем в зависимости от вида потерь нашей обследования. Обязательно общеклинические исследования, потому что сколько мы уже говорим, что мы не смотрим на какую-то одну узкую проблему. Человек должен быть здоров в целом. Поэтому, естественно, исследуем и биохимический анализ, и клинический анализ крови. И у пациентов, перенесших периклампсию, естественно, обследуем сердечно-сосудистую систему, суточный мониторинг давления, обследование у кардиолога и так далее. Естественно, генетика, естественно, мужской фактор. Средством борьбы с невыношенной беременностью. У нас есть в арсенале определенные средства. Они все на пересчет. Я думаю, что вы все сидящие здесь их все знаете. Мы их можем сгруппировать на антикоагулянты и дезагреганты. Это известные вам низкомолекулярные гепарины, клексанфроксипарин. Это дезагреганты кардиомагнол или тромбоаз. Сюда же можно отнести курантил и пентоксифилен, как тоже препараты, влияющие на функцию тромбоцитов. Итак, у этой группы препаратов помимо антикоагуляционного эффекта есть еще огромнейший эффект противовоспалительный иммуномодулирующий. Мы не просто так при хроническом эндометрите назначаем эти препараты. Нам не нужно невероятного антикоагуляционного эффекта. Нам нужен именно иммуномодулирующий эффект того же клексана и фроксипарина. И при антифосфолипидном синдроме мы используем эти препараты не только с целью антикоагуляционного эффекта, а как раз именно с целью противовоспалительного, потому что воспаление при афейсе лежит на первых ступенях. Это первая причина патологических процессов, которые происходят в организме у пациента. Следующая группа препаратов чисто с иммуномодулирующим, иммуносупрессивным эффектом. Это препараты глюкокортикостероидов, доступные сейчас на рынке медрол и преднизолон, и метипред, у кого есть в запасе. Это плаквинил, это иммуноглобулины и интролипиды. Многие специалисты уже давно используют токролимус и лейкостим, включая использование этих препаратов во время беременности. Я, учитывая свою аккуратность, все-таки дождусь, наверное, исследований, в которых я четко буду убеждена, что это безопасно во время беременности, потому что статей очень много с рекомендациями о использовании этих препаратов, но я бы, пока что дождалась более крупных исследований. Но по препаратам, перечисленным выше, вот до этого пункта, у нас есть очень много исследований, которые показывают, что эти препараты во время беременности безопасны. У вас было много вопросов при подготовке к этой встрече о безопасности глюкокортикостероидов. У нас есть много данных о безопасности применения этих препаратов. Тем более дозировки, которые используем мы с вами, они не запредельны, они не вызывают и не вмешиваются в органогенез у эмбриона и в дальнейшем у плода. Точка приложения у этих препаратов – это все та же иммунная система, если мы вернемся на несколько слайдов назад и вспомним вот этот иммунологический профиль эндометрия, который дирижирует процессами имплантации. Вот все влияние этих препаратов, оно устремлено именно туда. Метипред выключает функцию этих натуральных киллеров и переводя их из цитотоксического режима в обычный режим, который как раз способствует имплантации. Плаквенил обладает таким же действием. Иммуноглобулины выключают определенные рецепторы на тех же натуральных киллерах. И интралипиды, препараты жировых эмульсий, вот как это ни странно звучит, они также обладают таким действием снимать цитотоксичность с натуральных киллеров. Но помимо этого, препараты плаквенил и иммуноглобулин очень активно используются при антифосфолипидном синдроме и циркуляции любых антител в организме женщины. Иммуноглобулины могут связать вот эти циркулирующие антитела, патологические, помочь выключить их из работы. Иммуноглобулины также защищают сосудистую стенку от воспаления. Плаквенил точно так же выключает некоторые клетки иммунной системы, которые продут, сыгрывают вот эти патологические антитела, и антифосфолипидные антитела, и антинукулярные антитела. Вы видели, как у вас снижается уровень АНФ при использовании плаквенила. Действия примерно одинаковые. И третья группа препаратов, которые используются, это прогестероны и препараты эстрадиола. И помимо их, собственно, гормонального свойства, у этих препаратов есть также иммуносупрессивное свойство. Большие дозы гистогенных препаратов и эстрогенных препаратов также обладают свойством иммуносупрессии.